Россия Впрочем, в октябре 1974 года на Новодевичьем кладбище в Москве, где хоронили Екатерину Алексеевну Фурцеву, министра культуры Советского Союза, члена Центрального комитета КПСС, вряд ли кто-либо из собравшихся сравнивал ее с той самой кухаркой из ленинской метафоры, которая действительно научилась управлять государством. Впрочем, думали о другом. О том, что умение это счастье Екатерине Фурцевой не принесло. Недаром еще до того, как могильщики засыпали гроб с ее телом землей, по стране поползли слухи. Говорили, что единственная в Советском Союзе женщина, член президиума ЦК партии, умерла не от сердечного приступа, как писали в газетах, а покончила с собой. Екатерину Фурцеву хоронили со всеми почестями, положенными представители высшей партийной номенклатуры. На Новодевичьем кладбище, где с 1927 года решением в ЦИК было разрешено хоронить только лиц с высоким общественным положением. Однако суховатый и ничем не примечательный некролог напечатали лишь на третьей полосе газеты «Правда». В нем Екатерина Алексеевна охарактеризована как видный партийный и государственный деятель. По негласному чиновничьему ранжиру это было так себе средненько. Умри Фурцева 13 годами раньше, до своей опалы и смещения с поста члена президиума ЦК КПСС, она считалась бы деятелем выдающимся и была бы похоронена иначе. Прах ее был бы торжественно замурован в стену Кремля. А так, лишь второе по ВИП-градации на Водичьем. Фурцеву хранили довольно обычно, официально, как и многих членов тогдашнего правительства. Большой помпы не было. Единственное, что отличало, пожалуй, ее похорон от похорон других политических деятелей, это очень большое количество представителей культуры. На церемонию действительно пришло множество представителей творческой интеллигенции. Художники, артисты, писатели. Они относились к Фурцевой по-разному. Все-таки она в первую очередь была чиновником, министром культуры. Но не зря все они называли ее еще при жизни Екатериной Третьей. Ведь на своем посту Фурцева сделала очень много. Гражданская панихида состоялась не в колонном зале Дома Союзов, а в здании МХАТа имени Гурького. Всего годом раньше Екатерина Алексеевна торжественно перерезала ленточку на открытии этого театра, построенного при ее активном содействии. Она дала новую жизнь театру «Современник». Она очень покровительствовала Ефремову, МХАТу. Благодаря ее деятельности был построен второй МХАТ на Тверском бульваре. Она впервые везла новые выставки в Россию. Советские люди увидели впервые Джоконду. Представить себе, чтобы из Франции в Советский Союз привезли ее до Фурцева, это было невозможно. Впервые приехал театр Ласкалла. Она вывозила за рубеж русскую культуру. На ее надгробии выбили всего три слова. Екатерина Алексеевна Фурцева. Но такая лаконичность была вполне оправдана. Ведь речь шла о человеке, памятниками которому до сих пор могут служить многие грандиозные сооружения советского времени. В ту пору, когда Фурцева возглавляла Московский горком партии, под ее патронатом в столице было построено немало зданий, которые украшают город до сих пор. При ней были построены корпуса института физики на нынешних Воробьевских, тогда Ленинских горах. Была массово проведена жилая застройка сталинскими домами Фрунзенской набережной. Был восстановлен разбитый фугасной бомбой в 41-м году театр Вахтангова на Арбате. Вот здесь она была на своем месте. Это Келушков в юбке. Из чего, спрашивается, ее понесло на самые верха в правительство. Правильно говорите, политика не женское дело. До Фурцева я слышала не от хорошей жизни по партийной линии пошла. Это как же? А так, с мужиками ей не везло. Ну и какая тут связь-то? Такая. Когда есть муж до детей выводок, не до партийной борьбы. Могла ли предполагать 14-летняя Катя Фурцева, какому именно светлому будущему приведет ее линия партии, когда получала комсомольский билет? Она окончила школу-семилетку и фабрично-заводское училище. Поступила на фабрику ткачих. Профессия в руках, на дворе времена НЭПа, заказов много. Казалось, жизнь уже сложилась и никаких особых перемен не предвидится. Но у девушки был заводной и веселый характер. Она занималась спортом, любила фабричный драм-кружок. Ее бойкость заметили и дали ей общественную нагрузку в райкоме комсомола родного Вышнего Волочка. В 1928-29 годах она уже возглавляет комсомольскую ячейку или там организацию этой ткацкой фабрики. Когда Фурцева исполнилось 19, ее в числе других активных комсомольцев отправили на освобожденную работу. Помогать старшим товарищам проводить коллективизацию центрально-черноземной области. В Курской области коллективизация происходила не так жестко и даже жестоко, как, скажем, в традиционно-сельскохозяйственных районах. Пресловутые пули из кулатских обрезов не были там большой угрозой. В Курской области она проработала всего год и в 1930 году была направлена оттуда в Солнечный Крым, в Феодосию, опять-таки, секретарем горкома комсомола. В том же 30-м, всего в 20 лет, Фурцева вступает в партию. Ее взлет продолжается. И теперь он переходит в буквальную плоскость. Екатерина начинает учиться летать. В то время возле Феодосии в Коктебеле создавался крупнейший в Советском Союзе планерный центр. Фурцева с энтузиазмом участвовала в его организации, сама летала на планере. В это время очень популярным был лозунг комсомола на самолет. 1933-1934 год. И она подает заявление с просьбой направить ее на высшие авиационные курсы. Одни из таких курсов работали около Ленинграда, в Ленинграде, около Ленинграда. И она туда выезжает. В Ленинграде в жизни Екатерины Фурцевой произошло важное событие. Наше расследование позволило установить, что знакомство, которое ждало ее здесь, стало воистину ключевым в ее жизни. Она встретила мужчину своей мечты. Мужественного, неотразимого летчика Петра Биткова. Между ними вспыхнула безумная страсть. Они стали жить вместе, несмотря на то, что у Петра уже были жена и ребенок. Поскольку уже в стране утвердилась партийная мораль, в порядке наказания за предыдущую порушенную семью счастливую чету отправили в Саратов, где им приставало фактически с нуля создавать аэроклуб. Они очень рьяно взялись за дело и действительно за короткое время создали один из лучших клубов по Волши. И, вероятно, вот эти успехи полностью амнистировали счастливую чету. В 1936 году Петра Биткова вернули из Саратова и даже не в Ленинград, а в Москву в политотдел главного управления аэрофлота. Екатерина Фурцева в столице также не осталась сидеть дома, а была назначена инструктором ЦК Комсомолова. Должность пока не очень значительная, но работа в Центральном комитете – серьезный шаг к вершинам власти. Познакомился она, конечно, с Косарем, генеральный секретарь ЦК Комсомолова, он всех инструкторов прекрасно знал. И он, когда узнал, что у нее всего, так сказать, семь классов образования и курсы авиационные, он говорит, ну, как же ты будешь руководить студентами, если ты не имеешь высшего образования? Александр Косарев помог Фурцевой поступить в Московский институт тонкой химической технологии, где вскоре она стала портором. Екатерина с головой ушла в учебу и в партийную работу. Тем более, что детей у них с Петром Битковым и через шесть лет совместной жизни так и не появилось. Между супругами медленно, но неотвратимо вырастала стена отчуждения. Фурцева чувствовала это. Но семейная проблема в те годы казалась ей не столь важной. Куда серьезнее было другое. В 1938 году над ее головой впервые нависла смертельная опасность. Был арестован ее начальник Александр Косарев. Когда его не стало, она поспешила отмежеваться от бывшего начальника, объявленного врагом народа. Среди материалов нашего расследования есть речь, которую Александр Косарев произнес на своем последнем пленуме ЦК в ЛКСМ. Он говорил тогда, «Врагом я себя не считаю и считать не буду. Никогда я не изменял ни партии, ни советскому народу». Но что бы он ни говорил, судьбу его это уже никак изменить не могло. Были арестованы жена и дочь Косарева, а сам он оказался в Лефордовской тюрьме. Одно из обвинений – покровительство морально разложившимся чуждым партии и комсомолу элементам. Фурцева же со своей по-женски обостренной интуицией чувствовала, среди этих элементов в любой момент может оказаться и она сама. Возможно, именно тогда она впервые всерьез задумалась о том, как ей быть, если за ней придут. Так, идти в тюрьмы на пытки? Нет, только не это. Уж лучше самой наложить на себя руки. Но, боже, как это страшно. И от пронзительного ужаса Екатерина кричит с высокой комсомольской трибуны. Судить его! Он развалил комсомол. Это какой же карьеристкой надо быть, чтобы так, как Фурцева, отвернуться от человека, с которым счастлива была хотя бы за руку поздороваться? Сейчас ее легко судить. А вот вы бы как повели себя на ее месте. То-то! Да и потом этот самый Косырев тоже был не ангел с крыльями. Сколько людей отправил под трибунал? Да уж, с волками жить – поволчьи быть. У Фурцевой не было выбора. Она выступила против Косырева, чтобы доказать – она не попутчица врага народа. Это было непросто. Но она отчетливо понимала – это ее выступление никак не ухудшит положение ее бывшего покровителя. На самом верху его участь уже давно была решена. Косырева расстреляли. Тучи над головой Фурцевой стали рассеиваться. Но измотанная Екатерина даже не почувствовала облегчения. Она механически ходила на работу, выполняла свои обязанности. И понимала, что после дела Косырева обратного хода для нее нет. Мышеловка захлопнулась. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Ее муж, будучи профессиональным летчиком, конечно, в ближайшие дни войны был направлен в действующую армию. 1942 год оказался в жизни Фурцевой поворотной. Еще в предвоенные годы муж иногда говорил ей, что устал быть женатым на ее партийной работе. Война разлучила их и, по всей видимости, дала ему возможность зажить другой жизнью. В 1942 году муж прислал ей письмо, в котором сказал, что у него теперь другая семья и она совершенно свободна. Это был страшный удар для Екатерины Фурцевой. Тем более, что именно в этот момент, по злой иронии судьбы, произошло событие, которого она тщетно ждала много лет. Екатерина Алексеевна поняла, что беременна. Долгожданное счастье, но она в эвакуации в Куйбышеве. Идет война, муж ушел к другой. Екатерина Фурцева была в панике и не знала, что делать, рожать ли ребенка в таких условиях. К счастью, к ней в эвакуацию приехала мать. Человек твердых принципов, Матрена Ивановна не принимала никаких возражений. Рожать во что бы то ни стало. И в мае 1942 года Фурцева родила свою первую и, как оказалось, единственную дочь. Вскоре после родов Екатерина Алексеевна возобновила свою общественную деятельность. Многие девушки в свое время были активны в юности, в комсомоле были, так сказать, девушками-зажигалками. Дальше обычно быт затягивало. И люди уходили из какой-то активной политической деятельности, оттачиваясь на семье. У Екатерины Алексеевны быт ушел от нее. Обида была велика. Как же так? От нее, такой красивой и умной, муж ушел к какой-то самой обыкновенной. И словно бы для того, чтобы что-то доказать всему миру, а в первую очередь все еще отчаянно любимому Петру Биткову, она кладет все силы на достижение все новых карьерных целей. Чтобы Петру когда-нибудь стало так же больно и обидно, как ей самой сейчас. Чтобы он мучился, думая о том, что он когда-то бросил и кого? Министра, члена Политбюро. А почему нет? Екатерина чувствовала, что на волне своей обиды может достичь всего. Вернувшись в Москву, Екатерина Алексеевна становится заместителем первого секретаря Фрунзенского райкового партии. На территории района не было мощных промышленных предприятий. Но в первую очередь Фрунзенский район был значителен тем, что именно тут сосредоточились научные и учебные заведения, медицинские институты, педагогический институт, военная академия. Первым секретарем Фрунзенского райкома в то время был профессор истории из Московского университета Петр Богословский, и человек, который, опять же, сделал для последующей карьеры и для личного развития Екатерины Алексеевны очень много. Институт тонкохимической технологии Екатерина Алексеевна окончила довольно формально. И недостаток образования все-таки сказывался. Особенно заметен он был, когда от нее требовались публичные выступления. Она путала ударения, не очень гладко читала текст по бумаге. Профессор Московского университета и непосредственный начальник Вурцевой в райкоме Петр Владимирович Богуславский занимался с ней орфоэпией, правильным произношением, научил основам грамматики. Богуславский разработал для нее очень выигрышную стратегию ораторских выступлений. Раз текст не удавалось прочесть, нужно было заучивать его на память. И вот на фоне, когда почти все секретари, почти все руководители, начиная от Сталина и кончая там каким-то мелким старем, зачитывали речи по бумажке, Екатерина Алексеевна выдавала их по памяти. Создавала такое впечатление экспромта. И безусловно, что женщина красивая, эффектная, да еще говорящая экспромтом очень важные и нужные вещи, безусловно, стала пользоваться популярностью. Богуславский знал, что его дни на посту первого секретаря райкома сочтены. Но он не был профессиональным управленцем. Ему вполне хватало самореализации как ученому и педагогу. Когда в пору борьбы с сионистским заговором евреев стали планомерно вытеснять из руководства партийными органами, Петр Владимирович не стал метаться в отчаянии, а просто начал готовить себе преемника. А именно Екатерину Алексеевну Фурцеву. Богуславский все просчитал верно. И в декабре 1947 года его отправили на заслуженный партийный отдых, а его место заняла Екатерина Алексеевна. С этого момента деятельность Фурцевой приобрела новые масштабы. Первый секретарь райкома, это, конечно, фигура для того времени. Проработала она там до 50-го года. Она неплохо себя показала. Конечно, секретарь райкома, он вынужден всякие решения принимать. Кому-то нравится, кому-то нет, кого-то он наказывает, кого-то выдвигает. Поэтому самые разные о ней точки зрения. Сейчас сказали бы, ничего личного, просто бизнес. Но в том и заключался весь строгизм ситуации, что Екатерина Фурцева работала не в сегодняшних тепличных условиях, и уж тем более не в обстоятельствах царской России, когда общественные процессы, в том числе и борьба за власть, смягчались религиозной этикой. Проигрыш во времена правления Сталина, да и позднее, при Хрущеве, означал одно – смерть. И часто не только для самого проигравшего, но и для его родственников. Эти обстоятельства не могли не запечатлеться в сознании Екатерины Алексеевны. И четкое понимание этого очень важно для нашего расследования. Однако жизни без власти для Фурцевой уже не существовало, даже в качестве теоретической возможности. Пока она во власти, власть ее защищает. В противном случае те, кому она когда-то перешла дорогу, моментально припомнят старые обиды и ее затопчут. Наверное, именно поэтому даже свою личную жизнь она тесно сплела с партийными делами. Здесь в ее жизни появляются сразу два человека, и оба человека меняют ее карьеру. Это ее коллега и будущий супруг Фирюбин, а также московский секретарь. И первый секретарь московского горкома и московского обкома Никита Сергеевич Хрущев. Может быть, в глубине души у Екатерины Алексеевны затеплилась надежда, что вот теперь, когда бури и волнение партийных чисток позади, а ее позиции крепки как никогда, она снова обретет шанс на простое женское счастье, на счастливую семью, брак с любимым человеком. Когда мы говорим об отношениях Фурцевой и Фирюбина, это была маленькая сексуальная революция в партийном аппарате. Об этом знали все. Она, как в служебном романе, метала бумаги. Она прибегала к нему в кабинет. Она была в него ярко влюблена. Как только у них зародились отношения, это стало достоянием партийных кругов. Она очень была счастливой, такой откровенно счастливой. Позже видела уже, когда это счастье оттаяло, или растаяло. Просто сам Фирюбин был очень интересный мужчина. Он был, наверное, с первого взгляда очень привлекательный. Он знал языки, он был очень такой образованный человек. Но то ли он завидовал ее успеху. Именно Фурцева замолвила Хрущеву слово за Фирюбина. И Никита Сергеевич пошел ей навстречу. Сначала оставил Фурцевского протеже в моссовете, а затем дал ему и более высокую должность. Фурцева и Фирюбин сочетались с законным браком. Но дальше события начали развиваться причудливо. То ли из-за какой-то ревности, то ли по каким-то иным своим соображениям, сразу же после того, как Фирюбин становится супругом Екатерины Алексеевны, его отправляют послом в Чехословакию. Потом послом в Югославию. То есть убирают подальше от семейного очага. На их свадьбе почетным гостем был сам Никита Сергеевич Хрущев, к тому времени утвердившийся в должности первого секторя ЦК КПСС. Но вместе с мужем в Чехословакию он Фурцеву не отпустил. А я слышала, что Хрущев сам мечтал Фурцеву к себе в постель затащить. Да нужен он ей больно был, толстый, лысый. Может и толстый, может и лысый. А ради карьеры чего не сделаешь? Нет, нет, как хотите, а я в это не верю. Ну это уж ваше дело. А то, что Хрущев Фурцеву ревновал до одури, с этим не поспоришь. Это все знают. Для Фурцевой разлука с новым красавцем мужем стала серьезным ударом. Она прекрасно понимала, что Николай Павлович недолго останется за границей без женского внимания. А потом стали приходить и точные сведения о том, что ее возлюбленный действительно не особенно скучает в своей почетной европейской ссылке. Но она уже давно привыкла, что семью ей заменяет партия. Более того, в 1957 году она оказала Хрущеву, человеку, который, казалось бы, разрушал ее семью, неоценимую услугу. Это одновременно шаг к ее гигантскому взлету и, в принципе, путь к самоубийству. В 1957 году в Советском Союзе произошел государственный переворот. Первый секретарь партии сверг фактически все руководство государства. Этот эпизод ключевой не только в карьере Фурцевой. Он стал поворотным прежде всего в жизни страны. А поскольку Советский Союз был мировой сверхдержавой, то и всего мира. Мы привыкли к мысли, что истории движут глобальные процессы, социальные законы, объективная необходимость. И кажется невероятным, что решающей может оказаться какая-нибудь мелочь, сущая ерунда. Как мы понимаем, в июне 1957 года, спустя полтора года после знаменитого 20-го съезда и речи Хрущева, разоблачающего преступление Сталина, собралась фронта из числа бывших, наиболее влиятельных членов полябюро при Сталине. И Никита Сергеевича собиралась задать на этом заседании президиума последний решительный бой с последующей отставкой его с поста первого секретаря ЦК партии. Против Хрущева выступили тяжеловесы советской политической борьбы. Председатель Совета Министров Булганин, его первые заместители Молотов и Каганович и председатель президиума Верховного Совета Ворошилов. Судьба Хрущева была решена. Но внезапно произошло нечто непредвиденное. Всего один человек сумел поменять ситуацию на прямо противоположную. Когда происходило это заседание, и все говорили, что мы снимаем Хрущева, и никто не мог возразить, Фурцева возразила так, я хочу в туалет. А поскольку мужской туалет, он был рядом, а до женского надо было бежать далеко, он попросил здесь рядом, вот я быстро вернусь. Однако в туалет Фурцева не пошла. Вместо того она ворвалась в первый же кабинет, где была вертушка, предъявила ошарашенному хозяину помещения свое удостоверение и связалась напрямую с двумя людьми, министром обороны маршалом Жуковым и председателем КГБ Серовым. Это были руководители двух сильнейших в стране ведомств. При этом Серов был выдвиженцем Хрущева, а Жуков был обязан Никите Сергеевичу своим возвращением из политического изгнания. Оба срочно прибыли в Москву. И ситуация в корне переменилась. Центральный комитет впервые за всю историю Советского Союза встает на сторону не Политбюро, а на сторону человека, против которого Политбюро выступило. И в отставку отправляются Молотов, Каганович, Маянков. В дальнейшем последуют также и Булганин, и остальные, которые поддержали отставку Хрущева. Семь человек. Есть некоторая версия, легенда, что Брежнев тоже отсутствовал и сказал, что у него расстройство желудка. Странная туалетная тема. И при этом судьба самой большой страны на Земле. Судьба огромного государства. Судьба истории. Судьба наша с вами. Потому что это наша страна. До сих пор остается загадкой. Почему вдруг Екатерина Фурцева проявила такую активность, когда уже было очевидно, что Хрущев окончательно снят с должности? Казалось, не было никаких оснований для того, чтобы так рисковать не только своей карьерой, но и своей жизнью. Ведь ее участь в том случае, если бы она проиграла, была бы предрешена. И эта нелогичность послужила поводом для активизации сплетен, которые и раньше циркулировали в партийных кругах. Был распространен такой тост, за который по приказанию самой Екатерины Алексеевны давали 20 лет. Негласному указанию Екатерины Алексеевны. Там какой-нибудь человек, если это доверительное отношение было, вставал, поднимал бокал и пил за Ленина учителя, за Сталином учителя, за Булгарина туриста, за Хрущева мантериста, за Родину мать и за Фурцеву, соответственно. По легенде о ее связях с Хрущевым. Как бы то ни было, благодарность Хрущева за свое спасение не знала границ. Через несколько дней после тех событий Фурцева была назначена членом президиума ЦК КПСС. Никогда, ни до, ни после нее в Советском Союзе женщина не занимала такого высокого поста. Хрущев пошел даже на то, чтобы вернуть из Югославии мужа Фурцевой, Николая Фирюбина. Он был оставлен, наконец, в Москве на посту замминистра иностранных дел СССР. Казалось бы, Екатерина Алексеевна все-таки выстрадала свое счастье. Во всяком случае, она сама уже готова была в это поверить. Ее дочь Светлана поступила в МГИМО, а на следующий год вышла замуж за красивого юношу из высокопоставленной партийной семьи Олега Козлова. Вот был сын Фролора Омановича Козлова. Он был членом политбюро, это, что называется, правая рука Никиты Сергеевича. То есть это, конечно, очень высокий ранг. Екатерине Алексеевне казалось, что в ее жизни начался безоблачный период. Все плохое осталось позади. Какие-то неприятности у нее, конечно, случались, но не серьезные, а скорее юмористического порядка. Например, подготовили ей диссертацию о роли министерства, а Хрущев возьми да и отмени министерство. И вся диссертация как упадхоз. А Екатерине Алексеевне так хотелось иметь ученую степень. Ну как тут удержаться и не приложить этого поганца Никиту не злым тихим словом? Расслабившись, Фурцева забыла, в каком мире она живет. И поделилась своими переживаниями с одним из коллег. Распечатку того разговора тут же передали куда следует. И Хрущеву, который относился к своей личности с большим уважением, не потребовалось много времени, чтобы вернуть Фурцевой память. Во время заседания, которое она проводила, в кабинет вошел связист, сотрудник, который отвечал за телефонную связь, молча подошел к ее рабочему кабинету, срезал телефон кремлевки АТС и унес с собой. И потом она после этого узнала, что ее убрали из секретарей ЦК. Когда тремя годами ранее Фурцева встала на сторону Хрущева против всего политбюро, она смертельно рисковала. Это понимали и она, и сам Хрущев, и все, кто был свидетелем тех событий. И тот факт, что ее так легко и, по сути дела, беспричинно предал человек, который был обязан ей погроб жизни, стал для Екатерины Фурцевой настоящим потрясением. Для нее это бомба, разорвавшаяся среди ясного неба. Потрясение это было настолько велико, что она вернулась домой и вскрыла себе вены. Что же произошло? Отчего все так резко изменилось? Наше расследование еще даст ответ на этот вопрос, но для начала стоило бы отметить очень важную деталь. Фурцева не стала ничего выяснить, не стала звонить Хрущеву, не сделала попыток как-то объясниться, защитить себя. Ее реакция была мгновенной. Как будто поступок, который она совершила, был давно запланирован. Еще с 1937 года, с того момента, когда разгорелось дело Косарева. Как будто сработала программа, заложенная в ней специально на этот случай. Если она попадет в жернова партийной чистки, следует тут же, не дожидаясь позора и пыток покончить с собой. Что же происходит? Известно, что Екатерина Алексеевна поступила с собой по образу и подобию римских патрициев. Легла в ванну с теплой водой и вскрыла себе вены. Известно и то, что ее спасли. Вот только в ходе нашего расследования нам так и не удалось доподлинно установить, кто же стал ее спасителем. Версии, высказанные нам нашими экспертами, разительно различаются. И когда Фурцева лежит, окровавленная в ванной, подруга ломится в дверь, потом вызывает спецслужбы, дверь ломают и Фурцеву спасают. Муж возвращается вовремя, ее успевают спасти. Считается, что своей жизнью тогда Фурцева была обязана зятью, сыну Козлова, Олегу, поскольку именно он первый обнаружил Екатерину Алексеевну на казенной даче в подмосковной Жуковке вот со вскрытыми венами. Соседи, заподозревшие неладные, брали из квартиры и смогли ее спасти. Муж, подруга, соседи, зять. Даже с местом, где произошло это трагическое событие, и то полная неясность. То ли дача в Жуковке, то ли московская квартира. Ни один другой эпизод из жизни Екатерины Алексеевны не содержит таких разночтений. Именно это и позволяет предположить, что ее спасение было делом совершенно случайным. Однако некоторые биографы Фурцевой все же считают, что ее суицид был лишь театральным жестом. Раз она выбрала способ самоубийства, который оставлял возможность ее спасти, значит, она и не хотела умирать, а намеревалась только заявить свой протест Хрущеву. И если это было действительно так, то Екатерина Фурцева жестоко просчиталась. Никита Сергеевич ответил на известие о попытке самоубийства, которую совершила Фурцева, в довольно глумливом ключе. Когда ему доложили, он исчел бабью истерику и списал на женские болезни. Причем сделал это настолько публично, что это не могло не дойти до Екатерины Алексеевны. Известна фраза Хрущева. Ну, это просто климактеричка, сказал он. Она нервничает. Тетка, что с нее взять? Пора от нее избавиться. Впрочем, история недолго ждала случая, чтобы отомстить Хрущеву за Екатерину Алексеевну. Хрущев сместил Фурцеву и отправил в отставку Жукова. Двух людей, которые поддержали его в трудную минуту. И когда через 4 года группа Брежнев-Суслов-Косыгин-Подгорный сместила самого Хрущева, второй Фурцевой и второго Жукова, чтобы его спасти, уже не нашлось. Но вернемся к судьбе Екатерины Алексеевны. После членства в Политбюро новое назначение выглядело едва ли не плевком. Фурцева была расстроена до крайности. И напрасно. Впереди ее ждал пусть не самый выигрышный с точки зрения карьеры, но тем не менее самый блистательный отрезок жизни. 14 лет работы на посту министра культуры Советского Союза. Современники вспоминают, что даже ее первое появление на журналистской коллегии произвело настоящий фурор. Никто не знал, какой она будет, потому что до этого она была чем в Политбюро, и все думали, что это какая-то важная дама. И вот вошла такая удивительно элегантная, в сером ровном таком платье, хорошо обтягивающем фигуру, очень хорошо сшитом. И когда она вошла, так все как-то замерли и стали ждать, что она скажет. Она так, у нее был жест очень хороший, она так поправила свои волосы и сказала, что я жду, чтобы говорили вы. Что могу сказать вам, деятелям искусства, я простая женщина. Ну, такой был восторг у них всех. Все стоя прям начали аплодировать и с удовольствием рассказывать о своих проблемах. Фурцева покровительствовала Святославу Рихтеру, Галине Вишневской и Мстиславу Ростроповичу. Организовала приезд в Москву композитора-эмигранта Игоря Стравинского. И вместе с тем она участвовала в давлении на Бориса Пастернака и Александра Солженицына. Все это говорит о том, что оценивать деятельность Екатерины Фурцевой на посту министра культуры Советского Союза это значит оценивать работу самой советской идеологической машины. Ведь Фурцева не была создателем идеологии, а только ее проводником. В то же время люди, знавшие ее в частной жизни, в один голос утверждают, что вздорности и злопамятности в ней не было и в помине. Екатерина Алексеевна очень любила играть в волейбол. И вот однажды мы играли, Екатерина Алексеевна стояла под сеткой, с другой стороны ее охранник, и настолько все разыграли, что он настолько сильно ударил по мячу и ударил ей прямо по голове. Вы представляете, мне, наверное, искры глаз посыпали. Все, конечно, здесь встали. Охраннику было совсем, наверное, плохо. Фурцева прекрасно понимала, чем это может для него закончиться. И тут же принялась убеждать всех, что ничего страшного с ней не случилось, что это всего лишь игра, и в ней всякое может случиться. То есть она как-то всех успокоила и очень долгое время проверяла. Не уволили его, не сделали какие-то ему замечания, не было ли у него каких-то неприятностей. То есть она уже все время наблюдала и контролировала, чтобы этому мальчику, так сказать, не было плохо. Когда произошла отставка Хрущева, тот факт, что Фурцева была у него в немилости, сыграл ей только народ. Она уже не принадлежала к хрущевской группировке, и поэтому брежневская группировка ее не тронула. Однако если у Екатерины Алексеевны оставалась надежда, что при новой власти ее вернут в политбюро, то теперь стало очевидно. Старая сталинская гвардия уже не придется ко двору. Фурцева осталась на посту министра культуры. Много работала и становилась все более одиноким человеком. Дочь жила отдельно. В 1972 году умерла горячую любимая мать Екатерина Алексеевны, Матрена Ивановна. А в 1974 году Николай Фирюбин прямо заявил ей, что намерен с ней развестись и жениться на их соседке по казенной даче. И вот эта красивая, довольно властная женщина оказалась под конец своей жизни, знаете, как она сама себя называла, абсолютно неудачницей. Она не смогла создать семью, она не смогла создать карьеру. И тихо, потихоньку, Екатерина Алексеевна стала прикладываться к спиртному. В последствии Людмила Зыкина вспоминала, что по личной просьбе Леонида Ильича Брежнева она сидела на кремлевских банкетах рядом с Фурцевой и подливала ей в рюмку воду вместо водки. Но говорить об алкоголизме применительно к ней, как это делают иногда некоторые исследователи, просто смешно. Она была женщина, а это значит, что она была слаба. В хорошем смысле слаба. Но оказавшись среди грубых мужчин, конечно, она была очень быстро надломлена. Бесконечные стрессы. И опять-таки отношения, отношения. Два мужа, один летчик, второй ловелас, партийный бонза, охмуритель женщин. И как вспоминают люди ее знавшие, она кляла, на чем свет стоит мужиков, и закладывала. Она никогда не напивалась, но она крепко закладывала за воротник. Светом в окошке для Фурцевой оставалась Светлана. Ее дочь от брака с Петром Битковым, отношения с которым, кстати, у них всю жизнь оставались очень теплыми. Для нее, для любимой доченьки, для того, чтобы чаще видеться с ней, Фурцева задумала построить дачу. Кто мог предположить, что именно этот невинный факт станет для нее роковым? Впрочем, в ходе нашего расследования нам стало совершенно ясно, не будь этого повода, подошел бы любой другой. Дача потихоньку строилась. Но когда все было близко к завершению, вдруг разразился скандал. Фурцеву обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных денег, на которые она якобы и начала строительство. Она получила взыскание, дача у нее была отобрана. Правда, с ней поступили довольно мягко. Часть тех денег, те 25 тысяч, которые в нее вложила сама Фурца, ей вернули. Но все-таки это была еще одна звонкая подщечина Екатерины Алексеевны, которую она все менее и менее смогла воспринимать. Факт хищения Фурцевой государственных средств не подтвердится. Ее клеветали. Но упорно не затихавшее расследование имело очевидную подоплеку. Кто-то из высокопоставленных недругов Екатерины Алексеевны сводил с ней счеты. Архитектор, который проектировал и строил Фурцевскую дачу и сегодня уверен. Обвинения, выдвинутые против Екатерины Алексеевны, были откровенно надуманными. Когда началась вот эта вот проверка, меня выдавали на комиссию. Я тогда заявил, что я отвечаю за то, что там все было правильно. После моего визита на комиссию через несколько дней мне сообщили, что обвинения сняты и все в порядке. Но прошло еще несколько дней и я узнал, что руководство не согласилось с мнением комиссии и было записано, что заказчик нанес убыток государству. Я не понимаю, откуда это было взято. Этот инцидент был унизителен, но сам по себе ничем серьезным Фурцевой не грозил. Однако он дал ей понять, наверху решили изгнать ее из власти окончательно. Подумаешь, скажет кто-то, и так поработала на славу и денег на старость, накопила и связи у нее остались, да и пенсию, поди, не рядовую ей бы дали, а союзного значения. Однако стоит вспомнить тот вывод, к которому мы пришли в ходе нашего расследования. Екатерина Алексеевна срослась с властью, которая защищала ее, как панцирь защищает черепаху. Извлечь ее из власти означало убить. Говорили, что движущей силой в этом конфликте был тогдашний член политбюро, отличавший своей злопямятностью, мстительностью, Кириленко, который якобы за что-то поимел, что называется, зуб на Екатерину Алексеевну Фурцеву. И такая даже версия, что она поехала к Косыгину. И Алексей Николаевич ей сказал, пока я жив, тебя не тронут, успокойся. Визит этот к Алексею Косыгину состоялся за несколько дней до смерти Екатерины Фурцевой. И этот факт очень красноречив. Скорее всего, Фурцева Косыгину не поверила. Цену подобным обещаниям она знала хорошо. Близкие Екатерина Алексеевна вспоминают, что в один из последних дней она сказала, как бы то ни было, я умру министрому. Я не исключаю, что Фурцева умерла своей смертью, потому что это был очень большой человеческий надлом. Мы знаем, как люди, вышвырнутые из власти, у которых ничего нет, кроме этой власти, сгорают моментально. Фурцева просто сгорела. И в этом смысле не столь важно, наглоталась она таблеток или просто не проснулась. 23 октября 1974 года Екатерина Алексеевна присутствовала на юбилее МХАТа и была очень грустной. Сославшись на недомогание, уехала домой. Ночью Николай Павлович Верюбин обнаружил ее мертвой. Мы не можем с полной уверенностью говорить о том, что именно послужило причиной смерти. Не исключено, что действительно сердечная недостаточность, как это было записано в официальном свидетельстве о смерти. Однако сегодня многие исследователи утверждают, что оно было сфальсифицировано. Понять причину такого поступка властей нетрудно. Убийственный резонанс, который бы произвело известие о самоубийстве главного куратора советской идеологии, человека, дружившего с певицей Марией Каллос, художницей Надей Леже и бельгийской королевой Елизаветой, был бы обеспечен. Так что сегодня существует только косвенное свидетельство возможности самоубийства Фурцевой. Например, ее звонок Людмиле Георгиевне Зыкиной и их долгий разговор накануне трагического события. Людмила Георгиевна уловила в ее голосе в общем-то определенный какой-то трагизм, какой-то упадок настроения и даже предложила может быть я к вам приеду. На что в общем-то Ексена Алексеевна сказала, что нет, не нужно, я благодарю вас, Людочка. И вроде бы ничего не предвещало какой-то трагической так сказать этой развязки. Но вот тот трагизм в голосе возможно она так сказать решила в это время попрощаться. было ли причиной смерти цианистой калий? Было ли это последнее волевое решение Фурцевой? Проявила ли она таким образом свою власть? На этот раз власть абсолютная, власть над собственной жизнью. Если да, то она судила себя и приводила приговор в исполнении в соответствии с тем законом, которому была вынуждена подчиняться всю сознательную жизнь. Проигравший умирает. Чуть позже этот закон еще раз доказал свою действенность. ее первый муж Петр Битков, который приехал на похороны Екатерины Алексеевны, был предельно печален и сказал дочери Светлане, что всю жизнь любил только одну женщину, свою ненаглядную Катю. Умер через неделю после нее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова